В региональном штабе УНФ прошло очередное заседание, на котором обсуждались четыре проекта фронтовиков. Три уже реализуемых и один, который еще находится в разработке. В первом очереди стоял проект «Убитые дороги» и его интерактивная карта, которой жители Ульяновска не применули воспользоваться. На карте они оставили более 70 отметок. Это в том числе и дороги в центре Ульяновска, например, на улицах Федерации или Можайского. И даже на недавно построенной улице Столыпина. На основании обращения на наш сайт мы его прослеживаем. После этого выезжаем, смотрим, имеет место или нет, чтобы подтверждение было на основании обращения. После этого мы выходим с обращения письменным в исполнительную власть. Потом мы параллельно отправляем письмо и обращаемся с ними, чтобы вместе с нами они выехали, посмотрели на этот участок дороги или на качество выполненных работ. Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта городской администрации Игорь Бычков в ответ на претензии со стороны ОНФ заявил, что они за картой следят и что улицы, помеченные на ней, будут отремонтированы. Какие капитально, какие с помощью ямочного или карточного ремонта. Самой обсуждаемой темой на седании стал проект «Генеральная уборка». На интерактивной карте этого проекта было отмечено 47 несанкционированных свалок по всей области. Правда, ликвидированные из них пока только 8. Ликвидация остальных упирается или в отсутствие денег, или в откровенную бюрократию. И, честно говоря, выхода из этой ситуации в 2017 году не видится. Зато, возможно, он появится на следующий год. Первым наберем мы выбираем регионального оператора. Региональный оператор, когда он выберется, он должен будет убрать свалку в течение 5 дней и потом с собственником земли начинать решать вопрос. Еще один проект – это Центр мониторинга благоустройства городской среды. Его куратор, Геннадий Антонцев, также был не до конца удовлетворен его реализацией. Суть проекта состоит в том, что жильцы дворов с разбитыми дорогами и тротуарами могут подать заявку на благоустройство. Всего в регионе таких заявок подано 450, примерно половина из которых из Ульяновска. Однако, как отметил Антонцев, на Гластном центре априори больше неблагоустроенных дворов, чем в малых городах. А причиной столь малого числа заявок от жителей Ульяновска он видит слабо информированность жителей города о проекте. Хотя пользоваться такой возможностью нужно. Из областного и федерального бюджетов на благоустройство дворов планируют выделить более 300 миллионов рублей. Четвертый обсуждаемый проект – равные возможности детям, пока находится только на стадии подготовки. Идея его состоит в том, чтобы расширить доступ детей к дополнительному образованию. Это проект, который создан в рамках майского указа президента 2012 года о доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Согласно этого указу, 75% детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены этим проектом. То есть получить дополнительное образование – это секции, кружки. И 50% из них должно быть за счет бюджета. Каждый ребенок должен получить дополнительное образование. Здесь предусмотрено персоницицированный учет каждого ребенка, то есть выдача сертификата каждому ребенку. Каждый ребенок этот сертификат по его желанию, по его любви может осуществить и предоставить в любую секцию, кружок, куда он хочет и чем он хочет заниматься. Однако говорить о том, когда этот проект начнет реально работать, пока сложно. Игорь Улитин, Танил Сурков. Новости дня. Ульяновская правда.